Протанцуйте, поклонитесь, вспомните все, что мы готовили на прошлых репетициях. Хорошо? Хорошо? Это будет беззвучный «Бабий бунт» – пьеса по рассказу Михаила Шолохова на языке жестов, но с ордопереводом. Для артистов, испытывающих затруднения с речью и проблемы со слухом, экспрессивная постановка оказалась легкой при воспроизведении. «Бабий бунт» – это череда забавных семейных трагедий. Казачки, сговорившись, отказали непутевым мужьям в близости, не вынесли их пьянства и лени. Было, конечно, тяжело, когда на репетиции люди приезжали в Ростов, то есть по вечерам же в основном репетиции, после работы, учебы, но сказали, что будут еще участвовать, и все ребята наши молодцы. Есть, кто первый раз вообще на сцену сегодня выходит, я считаю, для них это подвиг. У театра название, как адрес в интернете – слов.нет. Дмитрий – исполнитель роли деревенского парня, влюбчивого и ветреного. Недостаток звука компенсирует мимикой и весьма эмоциональной жестикуляцией, да так, что в некоторых мизансценах не нужна помощь сурдопереводчика. Много раз принимала активное участие в художественном водительности местного отделения. Меня заметила режиссер Любовь Попова и пригласила участвовать в этом спектакле «Баби Бунт». Этот спектакль, он идет на жестовом, родном языке глухих, плюс еще сопровождается сурдопереводом, то есть его может понять каждый. Я хочу сказать, что здесь даже, наверное, и перевода не потребуется, потому что те эмоции, которые покажут наши актеры, они скажут сами за себя. «Баби Бунт» – единственная за последние десятилетия постановка немого театра на большой сцене. В зале «Аншлаг» публика заняла проходы между креслами, но спектакль не прерывается аплодисментами. Одобрение зрителей выражает глазами, а под занавес актерам положены бурные овации, поднятые над головой кисти обеих рук. Анастасия Душко, Андрей Токарев, Южный регион.Инфо От весны до осени. Ой, ты дом, тихий дом.